На Руси пели всегда. Практически в каждой губернии были, говорят современным языком, музыкальные школы для крестьянских детей. В 60-е годы позапрошлого века появилось первое хоровое общество. В основе репертуара – духовные песнопения. После революции 17-го года хоровое пение трансформировалось в марши и демонстрации. И лишь в 56-м Всероссийское хоровое общество возрождается. В 60-х годах прошлого столетия появился термин «детское хоровое воспитание». Песни для детских хоров пишут Пахмутов, Шаинский. Хоровым движением охвачена практически вся молодежь Советского Союза. Пионеры идут, пионеры поют. Новое дыхание хоровое искусство получает в 21-м веке. В этом году и в Мариел создан Всемарийский детский хор. Когда ребенок вообще поет в хоре, во-первых, у них развивает чувство дружбы, лидерства. Тут надо быть не только солистом, а быть еще, как бы, работать в партии, во всем хоре. Чище и плоднее. Чище. Разки. Еще раз попасть в нотку. Гуляйте. Так звучит в будущем Мариел и всей страны. Детский хор национальной президентской школы. Формула стройного многоголосья, талант и, конечно, неустанной репетиции. Здесь профессию дети изучают со школьной скамьи, наряду с общеобразовательными предметами. Плюс два раза в неделю по полтора часа они обязательно посещают хор. Вести весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хора, лучше хора, лучше хора. Мне нравятся песни, где мы делимся на голоса. Почему? Потому что, ну, это очень интересно. Кто-то поет так, а кто-то по-другому. Хочу поступить в военное музыкальное училище в Москве. Люблю духовую музыку. Хочу стать учителем по музыке. Люблю музыку и люблю учить детей. Чем раньше ребенок начинает петь, тем лучше. Это не только развитие мелодического слуха, да? Это же еще, когда начинаешь петь в хоре и поешь многоголосные сочинения, это же развитие гармонического слуха, это умение слышать, потому что умение интонировать звук, потому что одна и та же нота, два корня, она интонируется абсолютно по-разному. И вот это мышление, развитие именно нашего полушария, наверное, и слышание, именно развивается именно на хоре. Дети поют хором уже давно. В Национальной президентской школе создан детский образцовый хор из 200 человек. В нем поют дети с 1 по 9 класс. Когда десятки детей в одном месте, это не просто громко, а весело. Юные хористы понимают, когда они все вместе, главный их инструмент – голос. Самое главное – это чувствовать свою партию, чувствовать весь хор, слышать партию. Вот, например, я второй сопрано, и важно чувствовать партию первых сопрано, альтов. Это очень важно, потому что, ну, мы же не солисты, нам нужно чувствовать друг друга. Еще нужно понимать жест дирижера, тоже тоже, ну, как бы, не зря же там стоит дирижер, там надо где снять. Мы должны все это быть, как бы, вместе. Иначе, ну, не будет хора, не будет ансамбля вот этого. Меня папа с ранних лет увел в музыкальную школу на фортепиано. Там тоже был хор, мне очень понравилось, и вот я уже с малых лет занимаюсь музыкой. На меня! На меня! На меня! На пучки! Руководитель детского образцового хора Лилия Семенова и сама пела в хоре в детстве. Говорит, в этом деле главное – внимание и труд. Такая работа ведется сегодня во всех районах Мариэл. В музыкальных школах региона обучается более тысячи детей. Когда в партии даже, да, и сопрано, и альтов – это разные голоса. Но когда мы поем в унисонах, то есть надо вот эти 100 человек приблизить в унисонах к одному звукообразованию, чтобы они вместе дышали, если это общее хоровое дыхание. Если это цепное, то есть нужно их научить на длительном дыхании петь ноту и заканчиваться дыханием вновь его взять так, чтобы не было слышно. Потому что это очень долгий процесс, не у всех это получается, но когда постепенно вот этим постоянно работаешь, у детей начинает получаться. Это не просто фотография, а исторический момент. До первого концерта первого Всемарийского детского хора Республики – считанные минуты. И только когда все в строю, этот хор звучит особенно мощно. Плечом к плечу на одной из главных сцен Йошкаралы – почти полтысячи талантливых и юных исполнителей. Им от 9 до 15 лет. За плечами каждого – учеба в музыкальных школах Республики. Дирижер Всемарийского детского хора Лилия Семенова. Под ее руководством за несколько дней хор «Великан» обрел стройность звучания. Курс создан для того, чтобы творческих детей, одаренных детей объединить вместе. Потому что все дети, которые занимаются на том или ином инструменте в школах искусств, музыкальных школах нашей Республики, у них практически у всех есть занятия по хоровому искусству. И объединив их все вместе, мы видим, какое количество детей, во-первых, у нас учатся, насколько у нас популярно направление культуры и искусства в Республике, желание детей учиться и, конечно, дать им возможность быть вместе. Здесь нет случайных голосов. За спиной участников конкурсы и прослушивания петь в хоре порой сложнее, чем сольно. В итоге 12 сочинений, треть из которых прозвучало на национальном языке, 450 детей спели в унисон. Многие композиции любимы не одним поколением. Должны всегда смеяться дети, и мир нам не решить. Из высокого искусства сделать шаг очень сложно куда-то в другую сторону. И дети, которые участвуют в данных проектах, они, если хотите, как-то сохранены. Они сохранены вот этим отношением между собой. Они сохранены отношением педагогов, организаторов. Они видят то внимание, которое к ним сегодня проявляет не только педагог, родители, но и государство. Вот это очень важно, и это мы будем обязательно продолжать. У этого огромного многоголосного коллектива уже составлен график концертов. Следующий сбор в преддверии Дня Победы. 8 мая в Марийском государственном театре оперы и балета. Возможно, тогда хор будет еще больше, а композиции разнообразнее. Еще один концерт будет приурочен ко Дню народного единства, который жители Мариел отметят осенью этого года. Тогда Всемарийский детский хор будет сопровождать Всемарийский детский духовой оркестр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»